И в дождь, и в стужу, и в жару. Молдоболот Бердалиев занят на ремонте и обслуживании одной из самых высокогорных автотрасс Кыргызстана. Ошсар-этаж Иркиштам. Так он работает уже 19 лет. Весной работы много. Например, Камаз-Щебня разгружаем вручную. Зимой работаем на перевале Талдык. Там тоже очень тяжелая работа. Несмотря на тяжелые условия труда, Молдоболот Бердалиев едва сводит концы с концами. Зарплата в летние месяцы у дорожных рабочих не доходит и до 8 тысячи сомов. Не знает, чем кормить семью и кубаны черпединов. Говорит, что вот уже два месяца не получал зарплату. У меня летом зарплата всего 5 тысяч. Жить на эти деньги невозможно. Мешок муки стоит почти 2 тысячи сомов. Продукты дорожают. Мы несколько раз просили повысить нам зарплату, но никто не ответил. Сегодня мы обращаемся к президенту и кабинету министров. Мужчина работает в 906-й дорожно-эксплуатационной службе. Как он рассказывает, зимой платят побольше – от 15 тысяч. Хотя и эта сумма, с учетом подорожания продуктов, очень невелика. А летом, хотя работы не меньше, а то и больше, зарплата резко падает. И ее задерживают, люди не выдерживают и увольняются. А те, кто остался, от отчаяния готовы обращаться к самому президенту. У нас все увольняются. Зарплата маленькая. Люди не хотят работать за такие деньги. И даже их вовремя не выдают. Письма на имя президента и в правительство мы уже подготовили. Надежда осталась только на них, чтобы они рассмотрели наши обращения и помогли нам. Тут работают все местные жители. Приезжие не смогут, потому что только местные жители адаптированы к этой суровой погоде. Важно отметить, обслуживанием дороги Ош-Сар-Эташ-Ир-Киштам из-за суровых погодных условий могут заниматься только местные жители. Остальные просто не выдержат морозов за минус 50 зимой, которая тут длится почти 7 месяцев в году и палящего зноя летом. Работники ДЭО в основном мужчины и всем надо кормить свои семьи. О задержках зарплаты руководство знает, но все время ссылалось на нехватку денег в бюджете. Я знаю, у них маленькая зарплата, и в последнее время ее выдавали с задержками. В первый месяц после своего назначения я в первую очередь рассматриваю эти проблемы. Мы отправили письмо в Минтранс, чтобы они были в курсе проблемы и дали ответ. Годовой бюджет управления автодороги Ош-Сар-Эташ-Ир-Киштам составляет более 58 миллионов сомов. В этом году за счет капитальных вложений построено 8 километров дорог и отремонтировано 80 километров автотрассы. Алена Смирнова, Айджан Налтур Думаматова, Нурбул Таланбекулу, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ошская область.